В таком меньшинстве, в такой кампании Путин еще не был никогда. И такого решительного осуждения не было никогда. То есть, за эту резолюцию проголосовали такие друзья Путина, как Сербия, как тот же самый Эрдоган. То есть, на самом деле, очень серьезная единодушная. Ну, и, наконец, самое главное, мы идем по нарастающей, самое главное, это, конечно, семерка. Вот я смотрел даже картинку, вот видеокартинка, когда сидит Зеленский, значит, и он дистанционно там присутствовал, а перед ним, выстроившись в ряд, стоят все главы семерки. То есть, он, так сказать, ну, фактически инструктирует им их. Я не совсем иронизирую, хотя доля иронии здесь, конечно, есть, потому что масштаб стран, там, экономический потенциал и так далее, он понятен какой. Но, тем не менее, это было именно так. То есть, главным актором на этой конференции, на этом саммите семерки, которая, по факту, по сути дела, превратилась в этот момент в восьмерку, значит, был, конечно, президент Украины. Он там задавал тон, он лидировал, и там фактически были одобрены все четыре пункта мира по-украински. А этот пункт – это возвращение всех оккупированных территорий. Это суд за те преступления, которые понесла, совершила путинская Россия. Это восстановление всех, значит, всей экономики Украины, которая понесла потери в ходе войны. И это, в конечном итоге, обеспечение безопасности Украины. А обеспечение безопасности – это, естественно, вступление в НАТО. То есть, все четыре пункта были поддержаны, и это, в общем, на самом деле, фактически, ну, означало, что, ну, такого, чтобы G8, G7, вернее, ну, а фактически уже, на самом деле, G8 с участием Украины, такого не было никогда. И это, ну, достаточно серьезное дипломатическое поражение Путина. Я уже не говорю о, после вот этого поражения, вчера и сегодня, насколько я понимаю, еще продолжается шестой саммит Рамштайна, на котором, так сказать, было заявлено, что Запад и все страны, которые входят в эту постоянную конференцию, они готовы удовлетворить все потребности Украины в вооружении и в противовоздушной обороне, которые Украина требует для того, чтобы защитить себя и победить в этой войне. То есть, ну, достаточно серьезные события, которые происходят. Это, конечно, происходит на фоне продолжающихся обстрелов украинских городов. Здесь твердое решение, пока будут силы, Путин будет уничтожать украинские города, пока у него будут ракеты. Сколько у него этих ракет в запасе, у меня разные информации от разных военных экспертов, но в любом случае их не бесконечный запас. Продолжение следует...